МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В спортивной школе соревновались начинающие дзюдоисты. А теперь об этих и других событиях подробнее. Десногорские атомщики завершили празднование своего профессионального праздника 18 декабря торжественным вечером Мирного Атома Свет. В зале собрались работники атомной станции с семьями, ветераны отрасли и почетные гости. Много теплых и искренних слов звучало в этот вечер. Уважаемые коллеги, спасибо за ваш профессионализм, добросовестную работу, знание и ответственность за достойный вклад в деятельность Смоленской атомной станции. Желаю всем здоровья, счастья и удачи. Пусть самой надежной опорой в жизни остается семья, родные и друзья, а ваши дома будут всегда наполнены добром и светом. С праздником, дорогие друзья! За многолетнюю добросовестную работу в атомной энергетике большой личный вклад в обеспечение безопасной, надежной и эффективной работы Смоленской АЭС были награждены отраслевыми и станционными наградами работники атомной станции. В этом году 9 человек занесены на доску почета трудовая гордость коллектива. Торжественный вечер поздравил энергетиков глава администрации Десногорска. В преддверии замечательного праздника профессионального я хочу пожелать всем энергетикам, да и всем жителям нашего замечательного города тепла в сердце, уюта в доме, светлого будущего вам и вашим детям. И чтобы слово «энергия» в вашей памяти вызывало только картинки нашего замечательного Десногорска, а слово «тарифа» приходило на ум где-нибудь в 10-10 степени. Коллектив станции пополнился молодыми кадрами. Посвящение в этот вечер прошли 27 специалистов, которые прибыли на САЭС после окончания вузов. По традиции они поздравили старейшин предприятия. Уважаемые коллеги, ветераны и гости сегодняшнего праздника Примите самые искренние и теплые поздравления от всей многочисленной команды молодых специалистов. С праздником! Днем энергетика! Подарком-атомщиком стал великолепный концерт от ансамбля «Песняры». Гости из Беларуси доставили настоящее удовольствие всем ценителям живой музыки и хорошего вокала. Завершился праздник ярким салютом в Неве на Десногорском. Новости культурной жизни нашего города. В минувшую субботу в выставочном зале городского музея открылась персональная выставка Виктора Климова. Это значимое событие культурной жизни Десногорска было приурочено к 60-летнему юбилею автора. Выставка носит трогательное название «Грёзы детства». И действительно, все работы фотохудожника пропитаны трепетными воспоминаниями и ностальгией. В основном на выставке представлены акварельные пейзажи и портреты. «Это фотоаппарат моего отца. В четвертом классе он мне вложил его в руки, сказал этот бой. И с тех пор я его берегу». На открытие персональной выставки пришли многочисленные друзья Виктора Васильевича, в том числе и из Рославля, откуда наш автор родом. «Чтобы рука тянулась к перу, перо бумаги. И главное, чтобы вы были довольны своим делом». На выставке присутствовал и учитель Виктора Климова – Владимир Сенников, который привёл его в эту профессию. Вниманию многочисленных посетителей выставки Виктор Васильевич предложил подборку видеослайдов своих работ, не вошедших в представленную экспозицию. Необыкновенные фотографии патриарха и ветеранов Великой Отечественной войны. Персональная выставка Виктора Климова будет работать до середины января. У всех желающих есть возможность познакомиться с творчеством нашего земляка. А в Доме детского творчества уже прошли новогодние утренники для воспитанников. На ярких инсценированных представлениях было много веселья, сказочных персонажей, музыки и танцев. Ну и, конечно же, хороводов и сладких подарков от Деда Мороза. Как всегда, малыши повеселились на славу. И еще к теме новогодних праздников. Сладкие подарки дорожают в Смоленской области. Как сообщает ГТРК, по сравнению с прошлым годом цена наборов конфет поднялась на 10-15%. Это связано с подорожанием в России шоколада. В областном центре 22 декабря в художественной галерее пройдет лекция клады Древней Руси. Читать ее будет сотрудник Русского музея в режиме видеоконференции в лекционном зале. На лекции вы сможете узнать, как коллекция кладов из Эрмитажа попала в Русский музей. Находка какого уникального экспоната привлекла восторженное внимание русской интеллигенции пушкинского времени и способствовала повышению интереса к кладоискательству, в ходе которого было не только собрано, но и расхищено, перелита на драгоценный металл и разрознено огромное количество изделий. Любители древности, начало лекций для вас – 12 часов. 26 декабря в Смоленске пройдут новогодние сельскохозяйственные ярмарки. Начало работы ярмарок в 9.00. Как сообщает пресс-служба ОМВД, полицейские не пустили в Смоленск более 20 тонн рыбы без отметки о прохождении фитосанитарного контроля. Больший груз был остановлен на 447-м километре автодороги Брянс-Смоленск в Руднянском районе. При проверке сопроводительных документов установлено, что автомобиль перевозит 19,5 тонн рыбы без отметки о прохождении фитосанитарного контроля. Машина с грузом задержана, ведется следствие. О криминальной обстановке у нас в городе расскажет капитан полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 115 сообщений и заявлений. Из них одно сообщение о преступлении. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 128 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 92. Задержано водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения трое. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 4 человека. За нарушение правил дорожного движения пешеходами к административной ответственности привлечены 8 человек. За нарушение правил хранения и перерегистрации оружия к ответственности привлечены 2 человека. Информация для автовладельцев. Сотрудники ГИБДД в Смоленске проведут профилактическое мероприятие «Парковка» с 20 по 31 декабря. Водителям стоит помнить о том, что нельзя ставить машину на пешеходном переходе. За нарушение правил остановки или стоянки грозит штраф в размере 1 тысячи рублей. Нарушение остановки или стоянки в местах для инвалидов – штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А теперь новости спорта. Все минувшие выходные. Десногорск стал столицей баскетбола. В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» проходили соревнования среди мужских команд на Кубок Смоленской области. В соревнованиях, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 6 команд из Десногорска, Смоленска и Рославля. На церемонии открытия присутствовали депутат Государственной думы Артем Туров, вице-губернатор Смоленской области Николай Кузнецов, глава администрации муниципального образования города Десногорск Вячеслав Сидунков, директор Смоленской АЭС Александр Васильев, президент Смоленской федерации баскетбола Сергей Фомин. Всем присутствующим и гостям, и спортсменам на память о встрече вручили вымпелы. Десногорск, развивая свой баскетбольный проект совместно с Росатомом, совместно с Центральным баскетбольным клубом «Динамо», дает для этого все условия. Отлично оборудованный зал, подготовленные команды, тренеры. Накануне 18 и 19 декабря прошли соревнования Кубка по баскетболу среди школьных команд Десногорска, посвященные Дню энергетика. И на торжественном построении были подведены итоги. Среди юношей третье место у средней школы номер три, второе – средняя школа номер четыре, победила команда средней школы номер два. У девушек на втором месте команда средней школы номер два на первом, команда средней школы номер три. Лучшими защитниками признаны Антон Куракин и Анастасия Архарова. Лучшие нападающие – Иван Гунько и Милана Капустина. Самые ценные игроки – Денис Пастухов и Анастасия Виноградова. Поздравляем! Всех видов спорта, которыми традиционно в школе занимаются – футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. Вот я почему-то отдавал предпочтение именно этому виду спорта. Среди мужских команд с первой игры развернулась напряженная борьба. В результате места распределились следующим образом. Шестое место – город Рослаль. Пятое место – смоленская команда «Техстрой». Четвертое, третье и второе места – также команды из Смоленска. Покровский паровоз – филиал Московского энергоинститута и команда «Кристалл» соответственно. А кубок Смоленской области завоевала команда Смоленской АЭС. Баскетбол в Десногорске продолжается. И я этому безумно рад. Так же, как и у школьников, среди мужчин были определены лучшие игроки. У команды-победительницы – это Владимир Коцарев и Даниил Томиловский. Праздник баскетбола в Десногорске удался. А в зале детской спортивной школы 19 декабря прошли соревнования юных дзюдоистов. Открытое первенство детско-юношеской спортивной школы Десногорска под дзюдо среди начинающих спортсменов было посвящено Дню энергетика и наступающему Новому году. Самые юные спортсмены 2009-2010 года рождения боролись на коленях. Спортсмены 2004-2008 года рождения боролись по правилам дзюдо. В первенстве приняли участие команды из трех городов – Десногорск, Рославль, Сафонова. Всего более 150 участников. Начинающие спортсмены старались проявить себя и показать, чему они научились за полгода. Юных спортсменов горячо поддерживали болельщики, которых в этот день в зале было очень много. По итогам соревнований десногорские ребята заняли много призовых мест – 8 первых, 8 вторых и 4 третьих. Поздравляем юных дзюдоистов с боевым крещением на татаме. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова